Здравствуйте, Наталья. Рады видеть вас в нашем эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Мы только что говорили о том, что оккупанты усиливают давление на жителей в оккупированных населенных пунктах юга нашей страны. И мы помним, что российские оккупационные войска всегда использовали людей как живой щит для своей защиты. Скажите, как сейчас, в период оккупации части юга нашей страны, войска Российской Федерации интегрируют свое вооружение и в так неспокойную жизнь наших граждан? Пытаются они прикрывать свою технику, пряча ее среди домов или даже на домах, как это было в Москве с системами ПВО? Так, к сожалению, для них это абсолютно нормальная практика. Они постоянно прячутся за мирным населением, они постоянно используют частные дворы, дома для того, чтобы размещать свои подразделения, для того, чтобы оборудовать там огневые точки, в том числе, чтобы не получать ответного прилета. Они пытаются прятаться там, где находятся местные жители. Также они ведут себя и в рекреационной зоне, там, где в пансионатах, местах отдыха, базы отдыха различного рода. В санатории они пытаются располагать свои подразделения так, чтобы верхние этажи были заселены мирным населением, а на нижних этажах размещаются подразделения для того, чтобы таким образом прикрыть себя от воздушной атаки. Наталья, мы сейчас все пристально следим за ситуацией на востоке Украины. В Минобороны Украины сообщали, что сейчас в Бахмуте продолжается ротация, вагнеровцы оттуда уходят, регулярные войска России заходят. Скажите, а из кого состоит вот эта группировка российских войск на юге страны? Много ли среди них профессионально обученных военных, которые прячутся на первых этажах этих пансионатов за нашими украинскими гражданами? Недоценивать врага нельзя, их действительно немало там. Насколько они профессиональны? Ну, тут вообще вопрос ко второй армии мира, хочется назвать ее второсортной. А то, что они на самом деле пополняют свои ряды мобилизационным ресурсом, в том числе и с временно оккупированных территорий, набирая тех, кого насильно паспортизировали, и пытаясь их обучать, в этом прослеживается вот их логика оборудования полигона на Джирогаче, в том числе попытка заполнить первые ряды окопные именно теми, кто не очень подготовлен, кто в качестве пушечного мяса может сдержать первый удар. Вот в этом просматривается их тактика. Более качественные подразделения, более подготовленные, кадровые, с соответствующим уровнем слаженности подразделения, находятся глубже на втором и третьем рубежах обороны, а следующим рядом выступают войска национальной гвардии, российской гвардии и войска кадыровские, которые являются сдерживающим фактором для того, чтобы и не очень подготовленные, и очень подготовленные, и осмысляющие эту ситуацию, осознающие глубину всей ситуации, не помышляли сбежать с поля боя, оставить окопы без своего присутствия. По сути, выполняют функции заградотрядов, и если вдруг что, применяют оружие. Абсолютно. Наталья, а скажите, чем занимаются в целом вот эти войска сейчас, помимо того, что ежедневно как террористы обстреливают Херсонскую область и сам Херсон? Здесь основное направление деятельности действительно контрбатарейная борьба, то, что они участвуют в обстрелах, и оборудование рубежей обороны. Инженерные конструкции, они очень серьезно и глубоко пытаются укрепиться, при этом абсолютно не означает это, что чем крепче их оборона оборудованная, тем точнее они собираются там остаться. Это больше похоже на то, чтобы по старой армейской их же мудрости, чтобы руки были чем-то заняты, и они не помышляли о дурном. Поэтому вот такая имитация бурной деятельности. И кроме того, нужно понимать, что каждый раз им приходится маневрировать. Откопавшись на одном участке местности, им приходится буквально через сутки менять место дислокации и снова рыть новые окопы, снова строить новые рубежи укрепления, в том числе. Поэтому они действительно постоянно очень заняты и физически измотаны. И были сообщения, если говорить еще об этих рубежах обороны, что оккупационная армия привлекает для возведения этих фортификационных сооружений белорусов. Как вы считаете, почему это происходит? Кто эти люди, согласившиеся приехать на временно оккупированные территории и помогать российской армии? Ну, у них в принципе вербовка поставлена достаточно масштабно. И собирают они контингент, готовый участвовать, в том числе и за неплохое по их соизмеряемым меркам денежное вознаграждение в так называемой спецоперации. Поэтому они пытаются собирать всех тех, кто еще способен, обработан, собран и не сбежал, и направлять их вот на такие виды работы. В том числе и местное население временно оккупированных территорий, они сколачивают в такие так называемые территориальные отряды, отряды территориальной обороны, которые тут на местности, непосредственно в том районе, в котором они и проживают, привлекаются к вот этим оборонным работам. Наталья, на этой неделе было большое количество сообщений с фронта о дезертирстве среди российских военных. Из временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской области практически одновременно бежали бывшие заключенные, ранее завербованные. Бежали не просто так, а с оружием и очень злые. Скажите, отмечаете ли вы подобные настроения в Херсонской области или в том же временно оккупированном Крыму? При ротации подразделений российских оккупационных войск с востока на юг очень часто встречаются действительно такие случаи, когда передохнув, скажем так, набравшись силы, осознав свое положение, они пытаются действительно дезертировать. Именно поэтому туда согнаны и отряды Росгвардии и кадыровцев, потому что там тоже поток беженцев, так называемых, очень милитаризированных, очень высок. Кроме того, у них есть направление на Запорожском участке, где они по сухопутью могут перейти и для прямого контакта с подразделениями сил обороны Украины заявить о своем намерении перейти под эгиду международного гуманитарного права. Поэтому там тоже есть факты сдачи в плен. И третья волна – это те, кто, попав на временно оккупированную территорию Юга, пытаются раствориться в толпе тех мирных граждан, кого эвакуируют глубоко в Россию. То есть намереваясь таким образом выехать под видом местного жителя куда-то в район Воркуты или Магадана, а там уж разберемся, как упорядочить свое документальное присутствие. По поводу сдачи в плен хочется сразу же напомнить россиянам, которые сейчас смотрят наш эфир, что на сайте Министерства обороны Украины вы найдете подробную инструкцию, как правильно сдаться в плен. Также работает правительственный проект «Хочу жить», где также описаны все инструкции, вплоть до того, что вы можете сдаться в плен беспилотнику, если вы находитесь непосредственно уже на линии фронта. Украина – это правовое государство и выполняет Женевские конвенции, поэтому вы можете спокойно, со спокойной душой идти и сдаваться, и не участвовать в этой преступной войне, которую развязал Путин. Наталья, скажите, пожалуйста, удается ли ликвидировать сейчас военных оккупационной армии в вашей операционной зоне? Несут ли они потери? Да, действительно, у нас получается сделать свою контрбатарейную работу результативной, несмотря на то, что мы работаем в усложненных условиях, они прячутся за мирным населением, напомню. Тем не менее, именно с помощью мирного населения, в том числе сил сопротивления, которые работают на временно оккупированной территории, мы получаем соответствующую информацию, и за четверо суток, буквально крайних, мы можем говорить про потери российских оккупационных войск в количестве 44 представителей личного состава, минометы, тяжелое вооружение, это артиллерийские установки типа Д-30, МСТАЭС, и также среди потерь у врага снова лодки, легкомоторные катера, которые они отбирают у местного населения для того, чтобы маневрировать между островами. Мы продолжаем боевую работу, и каждый раз выявляя такую лодку, которая пытается перевести военный груз, мы удачно отрабатываем по ней. Да, и из-за этого бессилия на земле российские оккупационные войска терроризируют мирное украинское население своими ракетными атаками, заканчивается месяц май, мы все помним и знаем, что пришлось пережить за этот месяц всем нам, какое количество атак было совершено террористическим режимом, который засел в Москве. Наталья, скажите, пожалуйста, что сегодня происходит в акватории Черного моря, вывели ли оккупанты свои вражеские корабли, которые способны нести эти убийственные ракеты? Да, на боевом дежурстве сейчас три ракеты-носителя, среди которых два подводных, и я напомню, что это тоже осложнение тактики работы противовоздушной обороны, потому что выявить пуск с подводного на ракеты-носителя сложнее, и это говорит о том, что абсолютно вероятно, что враг готовится к нанесению ракетного удара, в том числе и с привлечением морских ракетоносителей. То, что не происходит, это сразу же, как только мы предупреждаем об опасности и об угрозе, это говорит о том, что информационная война серьезно работает и в информационном поле, потому что, понимая, что все готовы к противодействию атаке, враг может брать паузы на определенный период для того, чтобы застать наши силы противовоздушной обороны врасплох. Тем не менее, присутствие ракетоносителей на боевом дежурстве – это всегда очень высокий уровень опасности, потому что пуск может произойти в любой момент. Они готовы, они снаряжены, они на боевом дежурстве. Поэтому мы говорим о том, что при наличии ракетоносителей угроза высокая и нужно быть на готове, не нужно ждать атак, но реагировать на сигналы воздушной тревоги. И говорим о том, что на фоне постоянного пополнения запасов дронов «Камикадзе» абсолютно вероятно, что будет привлекаться к атаке и дроновый отвлекающий компонент, когда они запускают дроны волнами для того, чтобы спровоцировать работу противовоздушной обороны, выявить точки ее расположения и после этого нанести удар более точными ракетами. Позвольте задать еще один вопрос по ситуации в Крыму. Местные жители сообщали о неких взрывах в городе Саки, собственно, в Крыму. Возможно, вам известно, что является источником этих хлопков? На данном этапе жителям Крыма нужно понимать, что сезон Бобовны будет громким. Будет сначала слышно, потом видно, а потом Украина расцветет. Наталья, спасибо. На этом мы закончим. Слава Вооруженным Силам Украине, слава Украине. Вам спасибо огромное за вашу работу и за оперативную информацию. Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, была с нами в эфире «Фридема». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридем». «Фридем» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...